Как известно со слов классика, в России есть две беды. Но сейчас все делается для того, чтобы одна из них канула в прошлое. На дорогу Хулияновска полным ходом идут ремонтные работы. Там, где прежде были колдобиные ямы, ныне пролегают гладкие, как стекло автомобильные пути. Такие изменения не были бы возможны без участия в Рио губернатора Сергея Морозова, который постоянно держит ситуацию на личном контроле. Улица Локомотивная и Артема, Полбина и Минаева, 12 сентября и Радищева, Красноармейская и Богдана Хмельницкого. Вот лишь неполный перечень магистралей, которые предстанут обновленными перед жителями и гостями города. Восстановление дорожного покрытия ведется с тремя подрядными организациями сутками напролет. Значит, выполнен ремонт основного проезда по улице Локомотивной. Осталось два съезда сделать, это полузаправки Татнефть и к моторному заводу примыкания. Значит, сегодня в ночь они по основной дороге немножко не дошли, буквально 50 метров до кольца. Сделали асфальтирование улицы Красноармейской на участке от Рылеева до кольца Центробанка. Сегодня в ночь они завершают примыкание и кольцо Центробанка делают. И, если успеем, мы примыкание и перекресток сделаем с улицы Рылеева. Ремонтируют не только дороги, но и прилегающие тротуары, как, например, на Красноармейской и Артема. Оценить качество проведенных работ предлагают общественности. Юрий Плужников помнит Ульяновск с тех времен, когда в городе еще были деревянные мостовые. Сравнить ему есть с чем. Очень многое делается в городе Ульяновске. В то же время, всеми теми недостатками, которые есть и с которыми обращается население нашего города, нашей области, естественно, озабочен и губернатор Сергей Иванович Морозов, и глава города Сергей Сергеевич Панчин, и глава администрации города Ульяновска. Это, наверное, нормальное явление. Главное то, что есть реакция, реакция положительная. В ближайшее время дорожники приступят к укладке асфальта на двух важнейших транспортных магистралях – Московском шоссе и Императорском мосту. Закончить же все ремонтные работы планируются к 10 числам сентября. Егор Титов, Павел Макаров. Новости Ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова